Виртуальная книжная выставка и вечной памятью 12-го года, 270-летию со дня рождения силовольскового атамана Матвея Ивановича Платова. Самый выдающийся и европейски известный казак России Матвей Иванович Платов, герой Отечественной войны 1812 года, генерал от кавалерии, граф Российской империи. О нем слагали песни и легенды. Образ Платова рисовали в своих художественных произведениях замечательные писатели Николай Лесков в повести сказки Левша и Василий Жуковский в стихотворении «Певец во встании русских воинов». Ростовская областная специальная библиотека для слепых представляет виртуальную книжную выставку, посвященную юбилею Матвея Ивановича Платова. Начнем с книг донского писателя «Историка краеведа» из станицы Сарочеркасской Михаила Павловича Остапенко. Историческое повествование «Атаман Платов». В нем Остапенко описывает семейство Платовых, своеобразную жизнь донской казачьей станицы, в которой рос будущий генерал. В хронологической последовательности автор рассказывает об участии легендарного героя практически во всех войнах, которые вела Российская империя в те времена. Михаилом Остапенко создан также еще ряд работ по истории казачества, в которых некоторые главы посвящены «Атаману Платову». Среди них исторические очерки биографии «Донские казачьи атаманы». Эта книга Остапенко имеется также в фонде цифровых говорящих книг. «Историческое исследование Остапенко за честь и славу России». Автор представил развернутую панораму участия донского казачества под руководством Платова в отечественной войне 1812 года. Учебное пособие Остапенко «История донского казачества», которое в доступной форме знакомит с историей донского казачества, охватывая большой исторический период. Одной из первых исторических повестей, вышедших в Советской России, стало произведение писателя и журналиста Анатолия Филипповича Корольченко «Атаман Платов». Автор в повести охватывает всю жизнь Платова, которая началась в Черкасске, тогдашнем центре Донской казачьей области, и закончилась на родной донской земле спустя 67 лет. Эта книга имеется в фонде цифровых говорящих книг. Исторический роман боевого генерала, ветерана трех войн, писателя-историка, Петра Николаевича Краснова «Атаман Платов». Этот роман об участии донских казаков под командованием Платова в войне с французами 1812 года. Данное произведение имеется также в фонде цифровых говорящих книг. Платов – основатель столицы Донского казачества, города Новочеркасска. Лауреат премии Министерства обороны СССР Геннадий Александрович Семенихин стал автором уникального труда. Роман о диалоге «Новочеркасск». Первый том книги журналиста, писателя, уроженца Новочеркасска Семенихина, посвящен жизнь Донского казачества в начале XIX века. Основанию новой столицы Донского казачества – Новочеркасска. Участие донских казаков под предводительством атамана Матвеева Платова в Отечественной войне 1812 года. Эта книга имеется также и в фонде цифровых говорящих книг. Советский и российский историк, специалист в области военной истории России, истории наполеоновских войн и истории казачества, заведующий отделом Государственного исторического музея Виктор Михайлович Безотосный создал уникальный труд – Донской генералитет и атаман Платов в 1812 году. Малоизвестные и неизвестные факты на фоне знаменитых событий. Из большого круга лиц, жизненный путь которых очерчен в издании, центральной фигурой стал Платов. Ростовской областной специальной библиотекой для слепых созданы уникальные краеведческие издания для лиц с проблемами зрения. В 2005 году, двухсотлетию со дня основания города Новочеркасска, вышло краеведческое пособие «Новый черкасский стольный град». Первая глава этого издания посвящена основателю города Матвею Ивановичу Платову. В 2012 году, двухсотлетию Бородинского сражения, был выпущен краеведческий сборник «От Дона до Сены» – Донское казачество в войне 1812 года. Один из главных героев книги – также атаман Платов. Эти краеведческие издания вышли в трех форматах – укрупненным шрифтом для слабовидящих, рельефно-точным шрифтом Брайля и на CD-диске. В 2022 году Ростовская областная специальная библиотека для слепых было создано краеведческое издание с тифлокомментариями и вечной памятью 12-го года – 270-летию со дня рождения войскового атамана Матвея Платова «Памятные места России». Эта книга издана укрупненным шрифтом для слабовидящих и в говорящем формате на CD-диске. Все издания Ростовской областной специальной библиотеки для слепых представлены в фонде цифровых говорящих книг. Помимо этого о Платове упоминается и в других книгах, сборниках, энциклопедиях, таких как книга писателя и журналиста, потомственного казака Бориса Александровича Алмазова «Воинская история казачества». Историческое исследование казаки в Отечественной войне 1812 года. Написано к столетию войны известным донским историком и казачьим деятелем Исаакием Федоровичем Бакадоровым. Исторический труд потомственного казака, офицера-фронтовика, служившая Донской белоказачьей армии Андрея Андреевича Гордеева «История казачества». В 2020 году Ростовская областная специальная библиотека для слепых получила в дар уникальную монографию «Совместный труд многих историков-краеведов. История донского казачества». Во втором томе этого труда представлен интересный материал о донском атамане Платове. Работа донского историка Сергея Григорьевича Сватикова «Россия и Дон. 1549-1917». Исследования по истории государственного и административного права и политических движений на Дону. Сборник «Слава казачьего Дона», который рассказывает об истории, традициях и славных победах войска донского в период XVI века до начала XX. Мини-энциклопедия историка и журналиста Алексея Васильевича Шишова «Сто великих казаков». К 200-летию Новочеркасска Министерство культуры Ростовской области и Музей истории донского казачества выпустили восьмой выпуск сборника научных трудов «Краеведческие записки». В этом издании много страниц посвящено основателю города Матвею Платову. Каждый из авторов книг по-своему изображает донского атамана, но все подчеркивают его выдающиеся способности талантливого и самобытного полководца, храброго воина и патриота Родины.